Практически ровно три года назад в феврале в городе Сочи состоялось одно из главных событий в спортивной жизни всего мира. С зимними Олимпийскими играми наши спортсмены долго не хотели расставаться. Поэтому уже с 2015 года стали проводить так называемый день зимних видов спорта. На таком уже традиционном празднике сразу в нескольких регионах России собираются сотни приверженцев морозных спортивных дисциплин. И все это с целью привлечь обычных людей вести активную жизнь даже в холода. Лозунг сейчас есть такой «Дальний Восток на пути к трем Олимпиадам». То есть у нас, вы знаете, 18-й год Республика Корея зимние Олимпийские игры, 20-й год это Токио летние Олимпийские игры и в 22-м году зимние Олимпийские игры в Китае. Конечно же, рассматривается и Приморский край в том числе, не буду говорить про Хабаровск, площадкой для подготовки различных сборных команд по различным видам спорта для участия в Олимпийских играх. Центром Приморского праздника стала база «Синяя сопка», где собралось около 250 человек. Посмотреть горожане в первую очередь пришли на открытые детские соревнования по горнолыжному спорту, где самые юные спортсмены показывали свое мастерство скоростного спуска. Участников было порядка 100 человек. Это в первую очередь, конечно, Артем, наша школа, Владивосток, Комета, Грибановка, Арсеньев немножко приезжал. Ну то есть, в принципе, весь край был представлен на этих соревнованиях. Соревнования получились удачными, я считаю, массовыми. Погода повезла, дети хорошие результаты показали. Как оказалось, большинство маленьких лыжников даже и не слышали о таком празднике, как День зимних видов спорта. Добирались сюда со всего края только лишь из-за соревнований. На них, к слову, многие делали свои первые шаги в горнолыжке. Получилось довольно удачно. Грубо говоря, это первый раз, когда я более-менее хорошо проехал. Я занял первое место в своей группе. Ну, я занимаюсь максимум два месяца, вот с этого года начал. Ну, я очень доволен, рад, я счастлив просто, капец. Я здесь не первый раз, я занимаюсь здесь в спортивной школе. Как бы выступила для себя я, конечно, не очень, но есть к чему стремиться. Я поставила для себя цель обогнать саму себя, и только тогда я думаю, что будет хороший результат. Помимо праздничной программы и различных конкурсов, собравшиеся руководители местного спорта обсудили и перспективы развития зимних дисциплин в крае. Так, например, был поднят вопрос о малодоступности таких центров, как Синяя Сопка. Представители краевой власти рассказали, что при формировании госпрограмм в прошлом году рассматривали вопрос о строительстве асфальтированной дороги, которая бы связала базу и горную зону и трассу М-60. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.